Она была суровой, совсем не ласковой с виду, не гламурной, не приторно любезной. У неё не было на это времени, да и желания не было. И происхождение подкачало, простой она была. Всю жизнь, сколько помню, она работала много, очень много, занималась всем сразу. И прежде всего, нами, оболтусами. Кормила, как могла, не трюфелями, не лангустами, не пармезаном с моцареллой. Кормила простым сыром, простой колбасой, завернутой в грубую серую обёрточную бумагу. Да, учила, совала под нос книги, запихивала в кружки и спортивные секции, вводила в кино, на детские утренники по 10 копеек за билет, в кукольные театры, в тюзы, позже уже в драму, оперу и балет. Учила думать, учила делать выводы, сомневаться и добиваться. И мы старались, как умели, и капризничали, и воротили носы, и взрослели. Умнели, мудрели, получали степени, ордена и звания, и ничего не понимали. Хотя думали, что понимаем всё. А она снова и снова отправляла нас в институты и университеты, в НИИ, на заводы и на стадионы, в колхозы, в стройотряды, на далёкие стройки, в космос. Она всё время куда-то нацеливала нас, даже против нашей воли. Брала за руку и вела, тихонько подталкивала сзади, а потом махала рукой и уходила дальше, наблюдая за нами со стороны, издалека. Она не была благодушно показной и нарочито щедрой. Она была экономной, бережливой, не баловала бесконечным разнообразием заморских благ, предпочитала своё домашнее. Но иногда, вдруг, нечаянно, дарила американские фильмы, французские духи, немецкие ботинки или финские куртки. Нечасто и немного. Зато все они были отменного качества. И кинокартины, и одежда, и косметика, и детские игрушки. Как и положено быть подарком, сделанным близкими людьми. Мы дрались за ними в очереди, шумно и совсем по-детски восхищались. А она вздыхала молча. Она не могла дать больше, и потому молчала. И снова работала, строила, возводила, запускала, изобретала, и кормила, и учила. Нам не хватало. И мы роптали, избалованные дети, ещё не знающие горя. Мы ворчали, мы жаловались, мы были недовольны. Нам было мало. И однажды мы возмутились громко, всерьёз. Она не удивилась. Она всё понимала. И потому ничего не сказала. Тяжело вздохнула и ушла. Совсем. Навсегда. Она не обиделась. За свою долгую и трудную жизнь она ко всему привыкла. Она не была идеальной, и сама это понимала. Она была живой, и потому ошибалась. Иногда серьёзно, но чаще трагически. В нашу пользу. Она просто слишком любила нас. Хотя и старалась особенно это не показывать. Она слишком хорошо думала о нас. Лучше, чем мы были на самом деле. И берегла нас, как могла. От всего дурного. Мы думали, что мы выросли давно. Мы были уверены, что вполне проживём без её заботы и без её присмотра. Мы были уверены в этом. Мы ошибались. А она? Нет. Она оказалась права. И на этот раз. Как и почти всегда. Но, выслушав наши упрёки, спорить не стала и ушла. Не выстрелив, не пролив крови, Не хлопнув дверью, Не оскорбив нас на прощание. Ушла, Оставив нас жить так, Как мы хотели тогда. Вот так и живём С тех пор. Затем теперь мы знаем всё. И что такое изобилие, И что такое горе, Вдоволь. Счастлива мы, Счастлива мы, Счастлива мы, Не знаю, Но точно знаю, Какие слова многие из нас Так и не сказали ей тогда. Мы заплатили сполна За своё подростковое На харьство. Теперь мы поняли всё, Чего никак не могли осознать Незрелым умом В те годы нашего безмятежного, Испалованного детства. Спасибо тебе. Не поминай нас плохо. И прости. Прости за всё. Советская Родина.